Сегодня я вам расскажу о детстве Анны Ахматовой, поэтесса, у которой была очень непростая судьба. Конечно, среди творческих людей вообще мало у кого была простая судьба, но кого-то создатель одарил особо. Анна Ахматова. Она родилась в Одессе и была третьим ребенком в семье, где всего родилось шестеро детей. После того, как она родилась, через год семья переехала сюда, в Царское село. Сейчас этот город называется Пушкин, а до 1918 года он назывался Царское село. С каким поэтом связано это место? С Пушкиным. Да, он здесь учился и, конечно, воспел природу этих прекрасных мест. Жили Ахматовы здесь, но каждое лето ездили в Севастополь на море. Аня очень любила это черноморское раздолье. Она могла купаться в шторм, она прыгала с лодки в воду, ходила по берегу босиком и без шляпы, загорала так, что потом у нее слазила кожа. В общем, шокировала местных барышень и ее за это стали называть дикой девочкой. Помните, во сколько лет вы научились читать? Я где-то в 4-5 лет. Так, а ты, Ага-то? Я где-то в 3-4 года. Ну, открою вам тайну, вы обе научились читать в 4 года. Сейчас я вам расскажу, как училась читать Анна Ахматова. Она была маленькой девочкой, и в руки ей попалась азбука Льва Толстого. Это было очень интересное пособие, оно состояло из нескольких книг. Ну, вот в первой азбука с картинками. Например, А. Арбуз, Б. Бочка. Затем Толстой учил читать по слогам с помощью пословиц, которые он выискивал в словаре Даля. Что там еще было? Там были загадки, например. На дворе горой, в избе водой. Ну-ну-ну-ну. Так, снег. Конечно, очень тяжело сейчас летом такие загадки разгадывать. Что еще было? Толстой учил читать по рассказам. Например, помните притчу такую? Волки, волки. Это именно оттуда эта притча, когда мальчик пугал пастухов и кричал волки. Я читала. Да-да-да, когда на третий раз действительно волки напали на охраняемое им стадо, то мальчику уже никто не поверил. Так вот, училась читать Ахматова по вот этой азбуке Льва Толстого. А французский она знала уже в пять лет. И просто смотрела на то, как учитель занимается со старшими детьми, и сама все запоминала. Училась она потом здесь, в Царском селе, в женской гимназии. Учиться Аня не очень любила. Как я. Да, оценочки у нее были не очень хорошие. Но потом все-таки подтянулась. Я уже говорила, что Ахматова очень любила море. И, знаете, в конце жизни она вернулась к нему. Последние 10 лет Ахматова жила на даче, которая находилась на берегу Финского залива. И я предлагаю вам продолжить рассказ о детстве Ахматовой в поселке Комарова. Переносимся? Да. Давайте. Где же мы с вами? А мы с вами на берегу Финского залива. Когда-то это место было самым любимым у литераторов. В том числе, любимое и у Анны Ахматовой. Но мы с вами немножко не долетели. Поселок Комарова, куда я вас пытаюсь перенести чуть дальше. Поэтому продолжаем наше путешествие. И вот мы с вами и в Комарова. Мы в том месте, где на протяжении 10 лет жила Анна Ахматова. Вы знаете, что здесь находится? Да. Что? Может, ее дача? Это, да, дачный домик, который арендовала Анна Ахматова. Ей выделил эту дачу Литфонд. И вот на протяжении 10 лет она приезжала сюда летом. Работала, писала, жила в этом домике, рядышком дома других писателей. Настоящая фамилия Анны Ахматовой – Горенко. До Ани никто в семье сочинительством не занимался. И когда отец узнал, что Аня пишет стихи, он сказал, не надо срамить мою фамилию. И Ане пришлось взять другую фамилию – Ахматова. Это фамилия ее бабушки, которая считала, что ее род идет от ордынского хана Ахмата. Еще один дом, о котором я хочу вам рассказать – это фонтанный дом в Петербурге. Фонтанный, потому что находится на набережной реки Фонтанки. Здесь, в этом доме, Анна Ахматова жила на протяжении 30 лет. Представляете, целых 30 лет. Здесь она пережила прекрасные дни, здесь она пережила и дни страшные. Все это вы узнаете, когда подрастете и когда сами уже будете погружаться в творчество и в судьбу Анны Ахматовой. Человек, который мог стать юристом, потому что она училась на юриста, а стала поэтом. Человек, который мог получить Нобелевскую премию. Аня Горенко, вошедшая в историю русской литературы, как Анна Ахматова. Ахматова. Аня Горенко, вошедшая в историю русской литературы, как Анна Ахматова. Аня Горенко, вошедшая в историю русской литературы, как Анна Ахматова. Субтитры подогнал «Симон»